Евгений Лебедев Евгений Лебедев Евгений Лебедев Евгений Лебедев Евгений Лебедев Я держу руку на пульсе, и если понадобится где-то мое вмешательство, в хорошем смысле этого слова, я, конечно же, буду принимать участие в ее жизни. А ваши родители чем занимались? Моя мама... Я вообще из педагогической династии. Что по линии отца, что по линии матери, у меня все там до третьего колена, кого я помню, они все связаны с образовательной деятельностью, со школой, с воспитательным процессом. И я все свое детство провел на открытых уроках, на школьных вечерах. Подожди, вы в той же школе учились, где родители работали? Нет, я учился в другой школе, но поскольку мама меня очень часто брала себе на работу, и я знаю профессию педагога изнутри, и очень много провел времени. Поэтому вы не пошли где-то в учителя? Может быть, да, я прервал династию свою педагогическую, но и нисколько об этом не жалею. Получается, потерпится. Ну, пойдемте опять же, вот это... Я не против. Не против чего? Чтобы мы ходили так, как нужно вам. Ну, чтобы солнце в глаза не светило, и вам было бы... Да. Ну, к сожалению, так случилось, что я с двух лет рос без отца, меня в большей степени воспитывала мама. Но так бывает, к сожалению, да. И не до конца я испытал, наверное, вот это чувство отцовской любви, может быть. У вас с отцом отношения какие-то оставались? Отца, к сожалению, уже нет на этом свете, но до того момента, пока он еще был на этой брендной земле, да, мы общались, может быть, не так часто, но встречались. И у меня, конечно... Ну, общались, то есть? Общались, да. Конечно, память есть, как у всех нормальных людей в этом плане. Я почитаю, помню, что-то взял для себя в жизнь, ну, что-то приобрел. Жизнь, пожалуйста, мы его не мечтаем. Вы родились в Казахстане, да? Я родился, да, в городе Петропавловске, из публики Казахстан. Это граница с Омском, с Российской Федерацией. Электричка ходила, как сейчас помню, три раза в день из Казахстана в Россию. С распадом Советского Союза. Я в 95-м году закончил школу. Там, да? Да. В 93-м году я получил гражданство Российской Федерации, еще будучи школьником. И в 95-м году по окончании школы я уехал из Казахстана, сделал свой выбор, что я вижу себя дальше в России, получать образование и устраивать свою личную жизнь. И вот уже 24 года я живу в России. Прошел достаточно такой, я считаю... Ну, русский-то вы от рождения. Русский, да, по паспорту у меня как бы... Нет, 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 а по самоощущению. Инденсифицирую себя исключительно как русского человека. Понятно. А хотел спросить, как ваша матушка, если возможно? Что вы имеете в виду? Ну, она в порядке, желаю здорово. Богу, да, она вот буквально 29 декабря, она последние 20 лет жила и работала в Канты-Мансийском автономном округе в детском доме Северяночка. Занимала различные должности от педагога-воспитателя до директора. И 29 декабря приняла для себя решение уволиться, уйти на заслуженный отдых. И прошедший Новый год первый раз за 25 лет мы справили вместе. Для меня это было знаково. Вот еще со школьных времен, когда я был школьником, и Новый год встречал с родителями. Вот последний раз мы встречали с ней Новый год. И теперь она, как правило, приезжала летом, поскольку отпуск в летние месяцы был. А зимой мы не виделись вот 25 лет, и это было такое интересное событие в моей жизни. Понятно, да. А вы поступили учиться в военное училище. Почему? Вот в начале нашего разговора я сказал, что не всегда правильно, что родители вмешиваются в жизнь своих детей. Я вам открою маленький секрет. Я вообще не знал, что я туда буду поступать. Мне мама говорит, Женя, сынок, вот поезжай в Томск, там тебя встретят, и вот там тебя отвезут, куда отвезут, туда отвезут. А, то есть какие-то знакомые, да? Да, да, да. И, в общем, ну, встретят, встретят. Приехали в Томск, едем, приезжаем. Я смотрю, военные, часть КПП. Я думаю, ну, может, мы тут что-то сейчас какое-то урегулируют, там человек делаем, и дальше поедем. Меня заводят, говорят, вот твоя кровать, вот твоя тумбочка, через 10 минут построение. Вот это, да. Вот это сюрприз. Да, вот это был для меня сюрприз, но я его принял достойно. Нисколько не жалею, я считаю, что армия... Это 17 лет было, да? 16 не было, 16 лет, да. Я в 16 лет принял присягу. И армия дала мне очень много, военные училища, армия. И вот именно в тот период, 16 лет, когда идет такой возраст, переломный, может быть. И вот эта дисциплинированность жесткая очень, чувство порядка, там коллектив большой, и умение там себя поставить, и удержаться во всем этом, не расклеиться. Это очень важно. Трудно было там? Очень трудно. Первые полгода я не находил себе места, но у меня не было, так скажем, выбора, что ли. Ну, был выбор. Выбор есть всегда, я хочу заметить. У человека есть всегда выбор, и мы его делаем по дню очень много раз. Порой сами того не замечая. Ну, и тогда я понимал, что это мое будущее. Я получаю здесь определенный опыт, я получаю образование. А вот вы в армии не остались, или вы не закончили училище? У меня достаточно сложный был путь. Я и в военном училище учился, и служил в войсках, но в 99-м году, в 2000-м, когда очень сложное было положение, вообще в войсках шло сокращение, и вообще в стране были серьезные проблемы. И я для себя понял, что, наверное, будет неправильным, как вот, дожидаться там выслуги лет 20, да, там, чтобы получить там квартиру, там, уйти в 36 на пенсию, там, вот. Я принял решение этот этап жизни закончить. Вот, сам честно для себя сказал, что, ну, я узнал эту жизнь изнутри, я познакомился там со всеми, с кем только можно было. Я и говорю, и о сослуживцах, и о командирах там, и об армейском уставе, и о принципах единоначалия, и так далее, и так далее, все, что связано с этим. И сказал своей судьбе спасибо за этот этап, сказал спасибо всем, кто был рядом, и пошел дальше своей дорогой. А что вы тогда захотели, куда повернуть? Я не знаю, я просто, знаете, не закончив одно, ты не начнешь другое, потому что ты мыслями все равно там, где ты еще есть. И уволившись из вооруженных сил, я не знал, как будет складываться моя судьба. То есть, складываться сначала не было, нет? Ну, мне, Тимур, мне было 20 лет на тот момент, достаточно молодой такой возраст. И я, как сейчас помню, последнее место моей службы, это восковая часть в поселке Плотниково, это Новосибирский район. Оттуда я уволился из вооруженных сил, и, как сейчас помню, на попутке приехал в Новосибирске, вышел на станции, на остановке, тогда еще не было станции метро «Золотая Нива». А тут солнце, это вернусь. Вышел, и стою, смотрю по сторонам и понимаю, что в этом городе у меня, я первый раз здесь, и у меня нет знакомых, нет родственников. То есть, как в никуда, да? То есть, ничего не ждало? Да. Никто не ждал? Время было вечер, я понимал, что мне нужно искать ночлег, и мне на глаза попался газетный киоск, как сейчас помню. Я купил газетку и нашел объявление, там, сдам, сниму, вот. И стал прозванивать. Тогда еще не было сотовых телефонов. С автомата, да? С автомата, да, классика, карточка, автомат. Стал прозванивать, и вот нашел, остановился временно, огляделся, понял, что, как. И с этого началась, как бы, наверное, моя уже другая жизнь, которая не связана с… А что было первым местом работы после армии? Сейчас вспомню. Знаете, тогда… Рот службы, рот работы, я не имею в виду место. Я скажу, тогда, вот, в начале 2000-х годов, все ребята, молодые, которые приходили с армии, а мне было 20 лет, у половины, а то и больше, половины вот этого числа одна дорога была. Это охранные предприятия Новосибирска. И я на тот момент не стал исключением, потому что нужно как-то было копейку себе заработать, жилье оплатить. Я, кстати, поступил, вот здесь мы с вами гуляем, вот видно, это раньше был Новосибирский гуманитарный институт. А, да, да, теперь его нет. Теперь его нет, да. Я его закончил в 2004 году здесь, юридический факультет этого вуза. Учился я на вечернем, днем работал и ночами работал, очень тяжело было. Но я понимал, что мне надеяться не на кого, и на путь криминала я не хотел вставать. А было такое? Нет, выборы есть всегда, мы об этом говорили, но я даже об этом не думал. И я всегда наедине с собой, со своими мыслями, я говорил, что все, что угодно, только не это. Потому что я... А у вас были знакомы, которые скользнули на эту дорожку? Не знакомы, но из средств массовой информации мы всегда получаем, вот, очень большие, серьезные порции того, что нам рассказывают. А почему Новосибирск? Новосибирск? Ну, во-первых, потому что, знаете, я, послужив в армии, я очень много где был, в разных городах нашей страны. И я понял, что где бы ты ни жил, проблемы, с которыми человек сталкивается, они везде одинаковые. Это работа, это жилье, это образование твое, это круг общения и так далее. А Новосибирск так случилось, что стал моим выбором, потому что, ну, во-первых, тут до моей малой родины недалеко, всего 12 часов на поезде. Это последнее место службы, я здесь и остался. И более того, я пока служил, я иногда выезжал в Новосибирск на такие праздники, как День города, там. А, ну, то есть город уже бывал? Я немножко знал, да, конечно. И у меня Новосибирск вызвал определенную симпатию, и я решил остаться здесь. Слышите песню, сейчас я специально введу. Это не на заказ, это всегда что-нибудь играет. Вы знаете песню? Да, музыка знакома. Это очень старая песня, я ее не раз слышал. Мой адрес не дома, не уйдется, в адрес Советский Союз. Да, не дома, не уйдется, в Советский Союз, да. Я родился в СССР, в далеком 78-м году. Давайте пройдем этот мест, чтобы это по звуку, чтобы пройдем. Давайте. Я пока спрошу. Так, я тоже родился в СССР, и хорошо помню эту песню. Мой адрес, Советский Союз. Для людей, кто родился в Советском Союзе, это навсегда родимое пятно, и по-разному можно к этому относиться, но это наша Родина. Что хорошего из Советского Союза, вы считаете, мы зря упустили? Упускаем там, или что бы вы хотели вернуть из Советских времен? Ну, сложно так вот сразу в одночасье сказать, но я очень хорошо помню это время, поскольку на момент распада Советского Союза мне было уже лет 12, наверное, 13. И это достаточно такой возраст уже, когда понимаешь определенные события. Конечно, мне помнится школа, вот, как дружно мы жили, вот, не только время уроков, а и то, вот, чем жила школьная жизнь, чем она была наполнена у учеников после уроков. Возможно, сейчас тоже так, но времена меняются, подходы меняются, и, наверное, сейчас в стране нет того, что было в Советском Союзе, более того, мы это уже не вернем. Ну, а взять можно было бы, конечно, много, и, ну, даже ключевое слово, бесплатное, и образование, и медицина, и так далее. То есть доступность вот этих социально необходимых вещей, да? Да, но есть и минусы, конечно, это всеобщая уравниловка, когда все жили одинаково, и не было у человека шансов реализовать свои какие-то скрытые возможности, А сейчас, то есть вот эта система, так скажем, сдержек и противовесов, или не знаю, как ее назвать, сохранение баланса, она работает. Если мы от чего-то отказываемся, то взамен получаем что-то другое. И, опять же, ну, за большинство, за большую часть граждан Советского Союза, наверное, выбор сделали другие люди, которые на тот момент были у власти и самостоятельно принимали. Но вы помните, знаете, как реагировал Жириновский на распад Советского Союза? Жириновский, да, я помню, конечно, он и сейчас очень часто об этом говорит, что партия, и он, как представитель партии, против были распада Союза, были за сохранение его в тех границах, в которых он был. Партия же называлась либерально-демократическая партия Советского Союза. Вот в этом году, Тимур, в 2019-м, ровно 30 лет исполняется ЛДПР. В 89-м году она была создана в противовес коммунистической партии Советского Союза. На тот момент это было событие, ну, просто политическим взрывом его можно было назвать. Я не помню, я тогда был в Москве и помню, как реагировали на Жириновского. Вы знаете, тогда некоторые либералы, демократы, как мы тогда себя называли, демократы, с подозрением относились к Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Некоторые предполагали, что это проект КГБ. А когда вы обратили первый раз внимание на Владимира Вольфовича? Ну, 26 марта 2019 года исполняется ровно 10 лет, как я вступил в ЛДПР. Пришел, вот здание Стофнархоза на Красном, 72, тогда был офис регионального отделения. Написал заявление рядовым членам партии и стал углубляться во все. А чем вы это занимались, где работали? На тот момент я работал, так скажем, в коммерческих структурах Новосибирска и понял, что, знаете, Тимур, вот человек на определенных этапах своей жизни, у всех это случается, я уверен, просто у кого-то заканчивается раньше, у кого-то позже. И человек сам себе задает вопрос, кто я? Зачем я на этой земле? Я занимаюсь чем вообще? Для чего я это делаю? А доставляет ли мне это удовольствие? А что я хочу от этого получить? И машину, да. То есть вы довольны тем, чем занимаюсь? На сегодняшний день я полностью считаю, что соответствую и занимаемой должности, и тем успехам, которые я достиг, и благодаря своей... В этом мы сейчас обсудим. Расскажите, вы к тому моменту, когда в партию вступали, вы уже были депутатом Новокузнецкого городского совета? Да нет, вы что, как можно вступить, быть депутатом от партии, не вступив в партию? Конечно, конечно. И вас туда что, туда командировали? Действительно, был такой проект у нас. Мой старший коллега, ныне депутат Государственной думы, действующий, в то время принял для себя решение баллотироваться. Вы про Савельева говорите? Да, про Дмитрия Ивановича. И, соответственно, конечно, стал вопрос формирования команды, чтобы готовить избирательную кампанию, достаточно очень серьезную кампанию. И никакого другого региона, кроме Кемеровской области, для того, чтобы нам проявить свои возможности по линии партии, не было. Понятно. То есть, Кемеровская область, это был удобный полигон для решения? Неудобный. Это была единственная, так скажем, на тот момент возможность попытаться реализовать свои политические амбиции. Причем не только старшим моим коллегам, но и всем тем, кто был в команде, я называю ее командой профессионалов. Вот я помню, чем меня удивил Новокузнецк, 30 лет назад я там впервые оказался. Чем вас удивил Новокузнецк? Запах. Вот этим стойким запахом, который стоит... В каком месяце вы там были первый раз? В какое время года? Время года, сейчас я припомню, все-таки 10 лет прошло. Ну, лето, зима. Это была, по-моему, граница, вот что-то вот как сейчас. Это была пограничная зима, весна, что-то вот такое. Знаете, я тоже там оказался в январе, вот в это время, и меня больше всего удивил запах. А первое, что мне показалось сначала, что там нет снега. Он был черный. Вот у нас недавно жаловались, давайте немножко сейчас про город. У нас тоже иногда, вот сейчас снег выпал белый, прям бьет в камеру так, что и вас не видно. Но... У нас нет таких предприятий, которые есть. Но у нас все равно обратили... У нас обратили внимание люди, что если снег не выпадает, то лежащий снег быстро сереет и даже чернеет в Новосибирске. Как вы думаете, в чем проблема и надо ли ее решать? Вот смотрите, здесь мы идем, снег белый. Он чернеет только вдоль дорог. Вдоль дорог. И я это связываю с... Теми продуктами, что ли, вот, производства, которые мы используем для таяния снега в зимний период. А, то, что разбрасывают на дороге, да? Конечно, конечно. Плюс это... Все равно у города есть отходы производства. У нас нет тяжелых таких металлов примесей в воздухе, как есть в Кемеровской области, потому что там, ну, металлургическая промышленность очень развита. Но все равно, так или иначе... Играют чистым снегом. Так или иначе, город Новосибирск в атмосферу выбрасывает определенное количество... Ну, конечно, энергетика, автомобили. Да, они оседают, и вот общий эффект имеется такой. Ну, вот, в продолжение темы, вот, сейчас снег растает, и вот то, что зимой песко-соляная смесь была, это все опять будет у нас в окнах квартир, это будет в легких. А где ваша квартира, где вы живете? Я живу в Дзержинском районе, 20 лет уже, я как приехал, как вот... Это там, где ваш округ? Граница практически, да, моего округа. Не мой избирательный округ, прямо... Ну, то есть проблемы своих избирателей вы чувствуете на себе? Я знаю их достаточно хорошо, поскольку занимаюсь только... Я называюсь партфункционером. Я занимаюсь только общественно-политической деятельностью. Я не состою... Я никак не связан с бизнес-проектами, я не связан с коммерческими структурами. Я... Ну, я не буду спрашивать, хватает, не хватает, разумеется, раз вы этим занимаетесь... Денег много никогда не бывает, но нужно жить по средствам, по потребностям. Жена работает? Супруга работает, да, она работает у меня в Центре социальной защиты Дзержинского района. О, это тоже работа с людьми? Да. То есть вам есть, что вечером обсудить, кроме... Она социальный педагог, работает с людьми, с детьми, с семьями, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. То есть и помогает, пытается помочь ребятам, мальчишкам, девчонкам, которые оступились стать на верном жизненном путь. Понятно, но это непростая работа. Непростая работа. Вот давайте вернемся к городским проблемам. Я не скажу... Так, это не секрет. Это даже... Я специально просил о встрече с Евгением Лебедевым. После того, как у нас в городе начались разговоры о выборах, о том, что есть какие-то проблемы. Ну, может быть, есть проблемы со властью. Вот как вы считаете, какие в городе ключевые проблемы? И, может быть, даже как их можно решать? Но только по такому, как сказать, тезисно. Потому что наша встреча сейчас не политическая и не предвыборная. Ну, одна самая главная большая проблема, на мой взгляд, это дефицитный бюджет. Очень сложно, кто бы ни был у власти, очень сложно работать при нехватке средств. Но, тем не менее, опять же, любая команда управленцев, которая занимает определенные должности и посты, она по-своему видит, опять же, решение проблем. Ну да. И применяет какие-то свои навыки, свой опыт, и проецирует какие-то события предыдущих лет, и накладывает их. Но у нас проблемы все сезонные. Зимой, безусловно, это уборка города. Но мы каждый год въезжаем вот в эту проблему. Причем въезжаем достаточно плотно. И новосибирцы стойко терпят вот эти тяготы и лишения зимнего периода. С чем-то можешь сравнить, с другими городами вы сравниваете? Я думаю, что аналитики глубоко я в этом не проводил. Аналитики глубоко я не проводил. Считаю, что проблемы есть везде, но, опять же, все зависит от количества выделяемых средств. Мне на глаза попадалась одна статья, где проводится аналогия с уборкой снега в Москве. Но я считаю это некорректно, потому что сибирский регион по климату разительно отличается от столицы. У них там зимой ноль, там небольшой минус. И количество атаков у них побольше. Там в десятки раз больше, чем нам бы хотелось, скажем так. Но вот эта зима тоже показала, что объективно город не готов оперативно реагировать на буйство стихии, которые мы пережили в ноябре. Зима была не снежная. Ноябрь, я напомню, это месяц осенний. Декабрь, январь были малоснежные, но периодически были морозными. Вот мы как раз проходим в кадре мэрия. А что надо было бы сделать, чтобы вот эти проблемы решать? Ну, начиная с бюджета. Я считаю, что здесь нужно немножко было как-то... Вот скажу тезисно. Зима одна, а финансовых года два. Понимаете, о чем я говорю? А, рубеж года. Конечно, конечно. Вот с переходом в девятнадцатый год финансовый год уже начался другой. А зима по-прежнему, вот она целостная. Декабрь, январь, февраль. О чем это говорит? Это говорит по аналогии. Это говорит о том, что на ноябрьский-то снегопад. Денег-то с восемнадцатого года не оставили. С января-февраля восемнадцатого. Понимаете? Наш вот этот русский авось свое дело в кавычках сделал. Это что, от чего зависит от квалификации? Ну, наверное, от предусмотрительности, от жизненного опыта там, от имеющихся ресурсов и возможностей. Это целый комплекс, наверное, каких-то управленческих должен быть мер, который бы позволил оперативно реагировать и хоть как-то работать немножко на опережение. Ну, я надеюсь, что в следующую зиму, я каждый раз надеюсь, и в этом году буду надеяться, что городские власти сделают выводы, что у нас не хватает снежных отвалов, не хватает, где можно складировать снег. Ну, как это решать? Вот как решать эти проблемы? Ну, нужно просто площадки открывать, резервировать земельные участки и усилять вот эту концентрацию, так скажем, местка, где можно складировать снег. У нас было три снегоплавильные станции, одну из которых закрыли, а на этой зимой не работала, возле Сибирского мола. А почему закрыли? А на мой взгляд, потому что место выбрали неправильно. Там такая густонаселенная жилая застройка. Ну, когда выбирали, там было меньше жилых домов. Ну, тогда надо было не давать, наверное, разрешение на строительство, чтобы там строились. Это философский вопрос. А как депутат? Я знаю, что вы много работаете с людьми, к вам идут избиратели, округ у вас очень непростой, один, может быть, из самых сложных в социальном плане в городе. С чем, вот какие проблемы чаще всего, с какими люди обращаются? И как бы их надо решать? Кимур, вопрос вот у вас простой, но меня поставил в тупик, потому что у меня в голове сразу миллион мыслей. Настолько разнообразный спектр вопросов, с которыми обращаются люди. Хорошо, извините, можно я переформулирую? Конечно. Из того множества вопросов, с которыми обращаются люди, как вы думаете, в первую очередь, городским властям, на что надо обратить внимание? Конечно же, это вопросы ЖКХ, это вопросы капитального ремонта, многоквартирных домов. Это вопросы, вот сейчас обсуждается широко тема, мусорной реформы, которая начала действовать. Для частного сектора это вообще, как говорится, там новшество, которым... Я считаю, с одной стороны, это правильно, потому что не приучать к порядку, это значит закладывать мину замедленного действия. Что в головах у людей творится, которые в частном секторе бросают мусор, где попало, вот вышел, тут же бросил, мне непонятно, и вряд ли мне кто-то сможет это объяснить. Ну, вопрос воспитания, он остается на совести родителей и для широкой общественности открытым. Поэтому, что мы закладываем, то мы в будущем и получаем. А сейчас власти пытаются скорректировать ситуацию, которая на сегодняшний день имеет место быть. Это стихийные свалки в частном секторе, которые, ну, зимой, может, еще и сокрыты под снегом, а весной и летом они, конечно же, источают просто неприятный запах. Ну и как эти проблемы бы вы решали? Ну, предположим, такой простой, почти наивный вопрос. Если бы мэром был я? Ну, для себя. Ну, думал я об этом, Тимур. Как говорится, вот, односложно ответить, сложно. Прошу прощения за тавтологию. Но, наверное, все-таки жесткая управленческая вертикаль. Ее не хватает сейчас? Жесткий контроль, жесткий спрос. Но, знаете, прежде чем подоить корову, ее нужно накормить сеном. Один мой коллега, депутат, один раз сделал такое сравнение, мне вот оно понравилось. И в нем в этом действительно что-то есть. Как можно с подчиненных спрашивать что-то, если они не обеспечены ресурсами, да, для выполнения этого? Мы так или иначе скатываемся к бюджетированию, к процессу денежному. И вот этот удар финансовый, который бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий, когда он стал губернатором и нанес этот удар по финансовой системе. Вы имеете в виду, когда часть налогов изъяли? Конечно, там 3 или 4 миллиарда, когда они ушли в областной бюджет. Это, конечно, подкосило Новосибирск. Я допускаю, что город до сих пор не оправился от этого финансового потрясения. А как нам решать эту проблему с деньгами? Ну, как решать? Кроме того, что ругать Городецкого. Ну, несколько вариантов. Самый простой, наверное, это идти в область с протянутой рукой и говорить «помогите». Второй вариант – это использовать имеющийся бюджет максимально эффективно. Третий вариант – это повышать инвестиционную привлекательность города Новосибирска, чтобы создавались рабочие места, отчислялись налоги. Очень же важно понимать, что, боюсь ошибиться, но, допустим, со 100 рублей отправляемых налогов в федеральный бюджет, к нам возвращается 12-13 рублей. Понимаете? Я считаю это несправедливым. И очень много город теряет на этом. И здесь нужно что-то менять. Понятно. А если бы, предположим, гипотетически, если партия вам предложит пойти на выборы мэра в качестве кандидата, что вы об этом думали? Я об этом думал. И знаете, есть такое понятие, как партийная дисциплина. Я не буду говорить нет. Если партия мне доверит эту честь, я, как говорится, буду участвовать в этих выборах и представлять партию. То есть, если вам доверят, вы возьметесь. А если не вам, то вы примите решение партии, да? Не понял вопрос. А если не вас, а кого-то другого выдвинут? Конечно. И как я могу? Ну, я же не буду закатывать истерик там, пустите меня. Я буду работать на того человека, кто будет представлять нашу партию. Вот смотрите, иногда говорят, что ЛДПР, в частности, вот на губернаторских выборах. Некоторые говорят, что есть такая оценка, якобы участвует партия для того, что, ну, слово такое есть, спойлеры, как бы подыграть основному кандидату. Вы не боитесь таких обвинений для ЛДПР? Я вам тоже скажу одну вещь, Тимур. Говорят, в Москве кур даят. Да, да, это все слухи. Ну, хорошо, я могу. Я вас понял. Я так оцениваю, что это спойлерство. Знаете, сколько людей, столько мнений. И в моменты политической активности, которая с приходом выборов нарастает, мы всегда сталкиваемся с определенным кругом людей, которые очень активно махируют свои версии, предположения, какие-то товары. Ну, в том числе противники политические. Конечно, конечно. На этом все строится. Запустить какой-то инфоповод, утку, мягко говоря, которая будет гулять по соцсетям, по различным СМИ, и вокруг этого будет формироваться общественное мнение. Но я всегда стараюсь и всем говорю, сомневаетесь? Спросите первоисточник. Ну, если у кого-то такое мнение складывается. Ну, наши двери открыты. Региональное отделение партии, вот главный офис тут, вот через дорогу, Каменское, 3. Депутат Государственной Думы ведет регулярно прием. Я, как депутат Горсовета, я по совместительству еще являюсь заместителем координатора Новосибирского регионального отделения партии ЛДПР. И тоже... Понятно. То есть, если вы пойдете биться за мэра, то вы будете добиваться до победы. Биться за победу. Однозначно. Я вообще, как бы, не люблю изображать бурную деятельность. Я считаю это бесполезной тратой силы, времени. Я могу его потратить на более значимые для себя вещи, чем там поддерживать... Имитировать, да? Да, такие вот тезисы, которые выдвигают там новосибирцы, там, или другие люди, которые так или иначе связаны с политическими событиями. Чему вас научила... Вот сколько лет вы уже? Три года, да, депутат? Да, в Горсовете, да. Здесь 15 сентября 2015 года. Да, то есть уже больше трех лет в Новосибирске. До этого были еще в Новокузнецке депутаты? Нет, я в Новосибирске 20... Нет, я имею в виду депутатом. Депутат, да, с 2015 года. До этого я был депутатом в Кемеровской области. Чему вас научила вот этот вот... Дал жизненный опыт, вот как человек. Не слишком ли напрягает вот эта постоянная работа с чужими проблемами? Я повторюсь, может быть, в начале беседы я уже сказал, что последние годы я не задаю себе вопрос о своем месте в своей жизни. Там ли я нахожусь, и то ли я делаю. И, знаете, со временем, когда ты втягиваешься, это становится образом жизни, ты уже слабо представляешь для себя какой-то другой жизненный путь. Тем более, что когда последние 10 лет жизни я осознанно, по доброй воле своей, отдал именно вот общественно-политической деятельности, и не жалею об этом нисколько. То есть вы боец партии, при этом доброволец? Доброволец, да. Партия это же такая структура, которая строится на добровольных началах. Никто туда никого за уши не тянет и веревкой не привязывает. Захотел, вступил, захотел, ушел. Но у каждого свои мотивы. С женой вы обсуждаете политику дома? Нет, нет, не обсуждаем. Так вот я бы не сказал. И как-то я стараюсь вообще семью в это не втягивать. А чем вы любите заниматься? У вас же есть свободное время. Чем вы любите заниматься? Свободного времени нет. Я работаю 24 на 7, но если оно, Тимур, у меня появляется... Ну отпуска разве не бывает? Нет, последний раз я был в отпуске в 2007 году. А, нет. И две недели, три года назад я на шесть дней позволил себе отдохнуть у воды, так скажем, на одном... И жена, дочка не жалуются, что вы никуда не лезете? Жалуются. Я говорю, а кому сейчас легко, терпите. Бог велел и нам терпел. Будет время, отдохнем. Сейчас некогда. У меня тот проект, у меня этот проект. Я им предлагаю, давайте, может быть, рассмотрите возможность отдыха без меня, так скажем, ну недельку там и от меня заодно отдохнете. Но не устраивает такая позиция. Если совместно, то совместно. Но вы понимаете, вот еще один нюанс, Тимур, сейчас по нашему законодательству всегда единый день голосования в сентябре. А это что значит? Это значит, что любая избирательная кампания стартует в июне месяце. Самые отдыхательные дни. Июнь, июль, август и половина сентября это выборы. А я как солдат партии участвую. То есть вы живете в циклическом режиме? И вот у нас даже Владимир Вольфович всегда говорит, все отпуска после 10 сентября. Поезжайте куда хотите, но пока лето, обеспечивайте достойный результат, обеспечивайте победу. Когда вы последний раз видели Жириновского вот так вот рядом? В последний раз мы встречались в декабре, 13 декабря 2018 года, вот перед Новым годом, на день рождения партии в Москве был съезд. Был случай, что вы с ним непосредственно по-человечески разговаривали, ну как-то что-то обменивались? Был случай, конечно, я не раз бывал у него в кабинете, но не один на один, а в узком кругу. И мы обсуждали проблемы регионального отделения, с которыми мы сталкиваемся в своей работе. И, конечно же, в жизни это совсем другой человек. Авторитарный? Нет, я бы не сказал, но надо здесь четко разделять работу и какие-то личные вещи. Если политическая деятельность требует авторитаризма, я считаю, он уместен. Иначе хаос это все ведет к бардаку, должна быть жесткая управленческая вертикаль, должна быть ответственность. Опять отсюда отойду? И только так можно рассчитывать на какой-то более-менее серьезный результат, на какие-то успехи. Партия называется либерально-демократическая. Что для вас либерализм и демократия? Ну это классические такие утверждения. Это свобода, свобода выбора, свобода власти. Насколько, ну, мнения разнятся. Вот многие люди спорят с этим, да какие вы там либерал-демократы, вы все там... Жириновцы. Да, там мазаны там одним маслом или как правильно сказать, не знаю. Но я все-таки считаю, что партия соответствует и идеологически соответствует своему направлению. И в названии, как говорится, сокрыта вся суть деятельности партии. Ведь не случайно, что на сегодняшний день ЛДПР это самая взрослая, так скажем, партия... Ну, самая древняя, да. ...современной России. Даже современная партия коммунистическая, она была зарегистрирована позже. Да, да. Вот, поэтому это даже может быть предмет или какое-то чувство для гордости лично для меня, что я являюсь представителем этой партии. Если вам скажут, что вы либерал, как вы отключитесь? Ну, я свободно отношусь... Знаете, порой ловишь себя на мысли, что ты устаешь спорить с людьми. Вот иной раз можно просто вот принять это, да, и как-то сказать, да, я либерал. Не тратить время на обсуждение... Да. Ну, наверное, это зависит как-то вот от каких-то внутренних позывов. Я вот человек настроения, например. Если у меня нет настроения, я бы, наверное, даже, может быть, и вообще ни с кем не разговаривал. А вообще... Чтобы не наговорить лишнее. Вернемся к вопросу, на который вот так не получилось ответить. Свободное время. Вот в одиночестве бывает, что вы предпочтете один прогуляться? Я люблю, да, люблю побыть один, но недолго. Меня это тоже напрягает. Знаете, я недавно, в прошлом году поймал себя на мысли, я побывал на одном из музыкальных мероприятий, здесь у нас в городе, у себя на округе, в ДК Калинина, и там выступала группа музыкальная. И на меня произвело впечатление, как на ударной установке играл один из участников группы. А вы ни на чем не играете? Вот, вы опережаете события. После этого я пошел в музыкальную школу и стал учиться, и до сих пор хожу два раза в неделю, и где-то даже сам прихожу, когда есть время вечерами. И сейчас я осваиваю этот музыкальный инструмент, и у меня есть определенные успехи. То есть вы ударник? Да, ударник и труда, и в музыке. И политики, да? И политики, да. И я, конечно, не вижу себя великим музыкантом, это все для души. Для себя? Для себя, безусловно. Ну, возможно, будет когда-то отчетный концерт, когда я приглашу своих избирателей, скажу, вот, взгляните на меня с другой стороны. Очень интересно. Это только барабаны установки или еще другие инструменты? Из музыкальных все, но также я освоил достаточно давно самостоятельно горные лыжи, а в этом году я встал на сноуборд первый раз и прям поехал даже, как будто бы и с него не слазил, так скажем. Ну, здорово. А на вот этой лыжне недавно вы бегали, вот вместе со всеми начальниками? Ну, к сожалению, на лыжню России мне попасть не удалось, но очень часто всегда практически помогаю спортивным учреждениям Дзержинского района. Это и отделение бокса, это отделение дзюдо и самбо, это отделение лыжных гонок. Я понял, понял. Это вы еще отчитаетесь перед избирателями, это все очень интересно. Ой, у меня отчет хороший. В качестве про бокс и про ударника вам доводилось человека бить по лицу в жизни? Ну, можно не отвечать. Вы знаете, нет, я отвечу на этот вопрос. Я не конфликтный человек, я миролюбивый, и я буду стараться до последнего сглаживать конфликт, тем более, ну, если он нарастает, физический, так скажем, конфликт. Но если, допустим, как говорится, как вот заповедь, да, ударили по одной щеке, поставь другую, это не про меня. Я, конечно же, буду отвечать, но вряд ли сам первый проявлю агрессию. Женщину можно ударить? Исключено, нет. Нет таких обстоятельств, да? Нет, нет. Невозможно. Последний раз, когда я дергал девочку за косичку, наверное, это второй или третий класс школы, после этого, я уже в своей жизни не припомню, чтобы я так относился к женщинам. У вас сличка была в школе? Лебедь. А, ну, в фамилии, да. И в военном училище, так. А Лебедь, это такая известная политическая фамилия? Да, было дело. Не только Лебедь, но и Лебедев. А вы к тому Лебедеву, который в Думе не имеете отношения? Нет, многие путают меня с небрачным сыном Шириновского, как называют им. Ну, мы тезки с Игорем Владимировичем, он Лебедев Игорь Владимирович, я Лебедев Евгений Владимирович, но родственных связей у нас нет. И Владимир Вольфович не мой отец. А с другими политиками у вас никаких связей? Нет родственников? Нет. Это можно не говорить. Нет. Вы же самостоятельный человек. Самостоятельный, да. И у меня, как говорится, в династии, в моих родственных связях, никто никогда не был связан с общественно-политической деятельностью. Но вам дурается такая жизнь? Да. Меня на сегодняшний день устраивает то, чем я занимаюсь, как я занимаюсь. Тогда скажите мне, назовите самая большая ваша неудача. Вот что-то хотелось и не получилось. Или пока не получилось? Сложно сказать. Их было очень много. Знаете, когда проходит определенное время, это все стирается в муку, забывается. Но если посидеть, подумать, конечно, можно вспомнить. Все мои неудачи последних 10 лет, они связаны с выборами. Я прошел неимоверное множество избирательных кампаний. А, и это были не всегда победы? Я победил. Вот из 20, наверное, трех избирательных я победил один раз. Но я не считаю победу по спискам, чем победой. Для меня победа только одномандатный округ. Если ты встал в список партий, это не то пальто. А вот победа у меня одна, и тем она мне дороже и слаще. Вот победа 2015 года, когда весь мир был против меня. Кто ваш был основной соперник? Их было два. Это на тот момент действующий депутат Егор Прокопьевич Тюкалов и кандидат от Единой России. Молодой парень, по фамилии Сергеев, если я не ошибаюсь. И была очень жесткая борьба. На меня подавали в суд за попытку подкупа избирателей. Якобы подкупа или реального подкупа? Якобы подкупа. Ну, понятно. Ну, суд не нашел оснований. И в своем решении все пояснил. И я остался в выборной гонке. Но после этого, конечно, мы вынуждены были защищаться и принимать определенные действия. Такой интересный разговор. Прямо столько много тем. Я еще одну хотел. Вот тут по улице Советской мы даже можем пройти. Тут, ну, недалеко. Лицей, 22-й лицей. Там история, вы, наверное, ее знаете. Я слышал, да, эту историю из средств массовой информации, слышал, да. И там вот эти все истории, когда в городе строят сначала какой-нибудь сарай, потом землю из аренды переводят в собственность, потом ее занимают, начинают строить. Это вот в последние годы стало заметным. Вы знаете, я... Как решать эту проблему? У вас есть решение? Решение есть. Мы живем в правовом государстве. Мы живем все по законам, которые принимаются в нашей стране и действуют на территории всей Российской Федерации. Если какой-то закон не работает или работает плохо, то его нужно менять. Его нужно менять. Ну, а если плохо работает... Закон хороший, а... Ну, а как закон... Вопросы исполнителей? Вы... Нет, подождите. Если закон позволяет выкупать арендованный участок... Ну, есть предположение, что там кто-то очень заинтересован в том, чтобы помочь бизнесменам купить этот участок. Вот. А мы с вами говорим на языке предположений или фактов? Я про коррупцию, да. Ну, вот именно как нам... Я вот предположение опасаюсь комментировать, потому что... Это понятно. ...можно неправильно интерпретировать или самому как-то сказать... Ну, коррупция, она есть в России? Коррупция есть везде. Везде она есть. Вопрос только ее... Вопрос в ее масштабах. И что с ней делать? Тимур, очень простой вопрос, но я в тупике. Я... Это не значит, что вам нужно его переформулировать. Я прекрасно понимаю. Ну, что делать? Что делать? Ну, конечно, нужно противостоять этому. Вопрос, как противостоять? Ну, что, вводить так, ну, в ту качество. Никто, опять же, коррупционеры прячутся, максимально пытаются себя обезопасить. Вот. Все-таки я считаю, что это вопрос внутреннего отношения с самим собой. О, в этом связи вопрос. А вот вам политику? Вы же политик, да? Ну, это очень такое громкое для меня слово. Оно такое, знаете, тяжелое. И если меня так называют, для меня это честь. Хорошо. Ну, ладно. Вам, человеку, который имеет влияние, вы депутат, в партии не последний человек. Вам взятки предлагали или намекали что-нибудь такое? В далеком прошлом, конечно, были такие случаи. Но я тактично уходил от всего этого, потому что вот есть простые поговорки наши, да, в которых сокрыта вся жизнь. И вот есть замечательная русская поговорка, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. И человек, замаравший себя один раз в коррупционной схеме, он может, не зная, не полагая того, попасть под последствия этого через годы. Понимаете? Когда уже забудет. Вот ты тоже, я к вам пришел и говорю, ну, немножко там помоги порешать в мэре какой-то вопрос. Что вы сделаете? Вы меня просто пошлете или сообщите вам? Я прежде всего, я попытаюсь понять, насколько вот этот вопрос социально значим. Если это ваш личный вопрос. Да, да, личный, личный. Личный вопрос. Если я не почувствую в нем какой-то, знаете, черноты, серости, подвоха, я вам его бесплатно помогу решить. А, если это нужный вопрос. Я решаю вопросы своим избирателям. Нет, я про корыстные вопросы говорю. Корыстные, ну, я, скорее всего, конечно, тактично откажусь. Откажусь, да, и предложу вам искать другие варианты решения такого вопроса. Но это не про меня. Для меня очень важна репутация, я ей дорожу. И человек, который предлагает такую схему чиновнику или депутату, он потом в общении с другими людьми может сказать, а я вот ходил к Лебедеву, дал ему денег, он мне решил. Понимаете, о чем говорю? Да. И дальше сарафан пошел. А потом не отстираться, не отмыться от этого. И для меня лучше не рисковать и быть честным с самим собой и перед людьми. Спасибо вам большое за интервью. Был очень интересный разговор. Спасибо, Тимур. Я бы с удовольствием продолжил. Вам понравился разговор? Очень. Я под впечатлением хорошим и достаточно легко, свободно поговорил. Тогда я закончу вопросом, который бы меня неожиданно подвели. А вы мне все говорили по правде? Да. Вот, глядя в камеру, говорю, сказал все как есть. Спасибо вам большое. Ну, увидимся еще, надеюсь. Мне понравился разговор с вами. Спасибо большое. Желаю вам успехов. До новых встреч. До свидания. И пошел в сторону мэрии.